Всем привет! Меня зовут Лиза и это Твой Английский. Здесь мы учим английский с нуля. И сегодня у нас урок английской грамматики. Мы разберем 25 утвердительных предложений в Present Simple в простом настоящем времени. Примеры и перевод. А также разберем какие-то нужные выражения, слова, которые могут вам выражать свои мысли, свободно говорить на английском и понимать иностранную речь. Так? Приступим. I go to school. Я учусь в школе. Или я хожу в школу. I go to school. Здесь, я думаю, что стоит записать выражение. Go to school. Go, да, это глаголы тси. И to, это direction, направление. Идти куда-то. Ходить куда-то. Также вместо слова school мы можем подставить любое другое слово. Например, work или shop. Go to the shop. Ходить в магазин. Go to work. Ходить на работу. I have a lot of homework. У меня много домашней работы. I have a lot of homework. Homework здесь имеется в виду домашняя работа, именно та, которая связана с обучением. В школе, в университете или на каких-то курсах. Домашняя работа по дому называется housework. Housework. I like English. Мне нравится английский. I like English. I do my homework in the evening. Я делаю домашнее задание вечером. I do my homework in the evening. Здесь, я думаю, что стоит записать выражение. In the evening. Что значит вечером. По вечерам. А также здесь следует записать следующее выражение. В дневное время. Да, то есть запоминаем конструкции. В дневное время утром. В дневное время днем. В дневное время вечером по вечерам. Я провожу много времени в школе. Я провожу много времени в школе. Я просыпаюсь в 7 утра. А здесь обращаю внимание на at 7 a.m. Когда речь идет о каком-то промежутке времени. В 7 утра, в 6 часов, в 9 часов. Мы используем обычно это время с предлогом at. Запоминаем предлог, да? Со временем мы употребляем предлог at. Мы завтракаем утром. Мы уже разбирали фразу in the morning. Утром. Да, in the morning, in the afternoon, in the evening. They do exercise in the morning. Они делают зарядку утром. They do exercise in the morning. You drink too much coffee. Ты пьешь слишком много кофе. You drink too much coffee. I go to sleep at 11 p.m. Я ложусь спать в 11 вечера. I go to sleep at 11 p.m. Здесь запишу выражение go to sleep. Что значит ложиться спать. Идти спать. Да, опять же, у нас глагол идти. Go. Направление direction to и сон. Идти спать. Ложиться спать. Go to sleep. Go to bed. She eats meat. Она ест мясо. She eats meat. He drinks tea. Он пьет чай. He drinks tea. She likes fruits. Она любит фрукты. She likes fruits. Обращаю внимание, что с местоимениями he, she, it, он, она, оно. В present simple, в простом настоящем времени, в третьем лице, всегда будет окончание s. Или es. Кстати, какое окончание выбрать s или es и как его произнести, вы можете посмотреть в моих других видео. Вы можете найти ссылки на них в первом закрепленном комментарии к этому видео. Там будут ссылки на другие видео, на какие-то полезные сайты и так далее. Думаю, что будет очень полезно. Также вы можете писать свои примеры утвердительных предложений в комментариях или писать их на русском, чтобы мы потом перевели. Итак, продолжим. He has a lot of milk. У него много молока. He has a lot of milk. She buys food in the supermarket. Она покупает еду в супермаркете. She buys food in the supermarket. Мы катаемся на сноуборде. Мы катаемся на сноуборде. Здесь можно записать выражение go snowboarding. Даже лучше to go snowboarding. Кататься на сноуборде. Так, также думаю, что здесь стоит записать выражение go skating. Кататься на коньках. Да, то есть мы также используем глагол go и спорт. Да, название спорта. В герундии. В герундии, да, это когда мы глаголы предправляем окончание ing. Получается, go skating. Следующее. He goes skiing every winter. Он катается на лыжах каждую зиму. He goes skiing every winter. Go skiing. Кататься на лыжах. Давайте тоже это запишем. Go skiing. Кататься на лыжах. Лыжах. Итак, посмотрите, у нас уже есть три фразы. Go snowboarding. Кататься на сноуборде. Go skiing. Кататься на коньках. Go skiing. Кататься на лыжах. Все это о зимних активностях. Возможно, будет очень полезно. Особенно, если куда-то поедете зимой и будете кататься на коньках и лыжах. I play football. Я играю в футбол. I play football. She goes jogging in the evening. Она бегает по вечерам. She goes jogging in the evening. He does yoga. Он занимается йогой. He does yoga. Да, вернемся к предыдущему. She goes jogging in the evening. И тоже запишем это выражение. Go jogging. Бегать. В чем же отличие go jogging и просто running? Running это больше относится к какому-то профессиональному спорту. А go jogging это как раз то, что делаем мы, непрофессионалы. Мы решили выйти в парк, пробежать кружок. Мы особо этими занимаемся. We go jogging в этом случае. А we are running, когда мы прям серьезно подходим к делу, мы профессионалы в этом. Это называется running. We go running. Я пишу картины. Я пишу картины. Она много плавает. She swims a lot. He sings. Он поет. He sings. They like cooking. Им нравится готовить. They like cooking. You do sports. Ты занимаешься спортом. You do sports. Кстати, здесь у нас есть глагол like. И я его тоже запишу. У нас дано предложение. They like cooking. Им нравится готовить. После глагола нравится, когда нам нравится что-то делать, какой-то процесс, нам нравится петь, нам нравится танцевать, нам нравится кататься на лыжах, лучше после глагола like использовать герунди. То есть глаголу к начальной форме прибавить окончание ing. Dancing, cooking, watching TV и так далее. Например, мне нравится танцевать. I like dancing. I like dancing. I like cooking. Итак, здесь мы сегодня закончим. Если видео было вам полезным, ставьте лайк. Если хотите продолжать изучать английский со мной, то подписывайтесь и смотрите следующее видео. Будет много интересного и полезного. Всем пока!